Привет! Рада тебя видеть! И если ты смотришь это видео, значит закончился ноябрь и настало время вспомнить, чем завершилась вторая половина последнего осеннего месяца. А также поздравляю с началом зимы! Поехали! 16 ноября состав Пента, который был пересобран полностью вокруг двух представителей прошлого мультинационального состава Enemy Raven ушел из организации. Главной целью команды было попадание в европейскую лигу, но она дважды оставалась в шаге от успеха. Сам коллектив, по словам тренера, вероятно, будет продолжать играть вместе, если, конечно, игроков не заберут в другие команды. А если ты забыл, то в пятом сезоне европейского Сайбер-Атрет Чемпионшип Серис участвует российская команда Dead Inside, которая на данный момент ожидает встречи в финале верхней сетки с французской командой Sleepy Gang. Поговорим о решаплах в Russian Major League. 23 ноября ознаменовался для нашего состава уходом одного из игроков. Основной состав ремей покинул FMX по личным причинам. Как только мы найдем ему достойную замену, ты узнаешь одним из первых. Поэтому обязательно, обязательно подписывайся на группу ВКонтакте, на Twitter и на YouTube канал, чтобы не пропустить ничего. В этот же день команда Ворация объявила, что Нонгейм покидает состав, но из организации не уходит. Продолжая тему трансферов. Итальянцев Мгерс покинул игрок Слоппи, но всего через несколько дней его заменил Лолу. И конец месяца ознаменовал окончание пятого сезона Russian Major League. В Лофе встретились четыре коллектива – Dead Inside, Winstrike, Virtus.pro и Team Empire. По итогу двух дней встреч Dead Inside завершили пятый сезон на четвертом месте. Бронз уже забрали Winstrike. В гранд-финале встретились два титана СНГ-осады – Virtus.pro и Империя. И со счетом 3-0, имея преимущество в одну карту, чемпионский титул забрали, а точнее вернули Team Empire. Напоминаю, что в четвертом сезоне новоиспеченный состав Virtus.pro прервал Winstrike Империи на RML. 22 ноября Tempo Storm закрыла подразделение по Rainbow Six. Как и в случае с United, клуб объяснил, что данное решение было принято из-за текущей пандемии, оказавшей влияние на стратегию руководства и формат соревнований. Изначально Североамериканская Линга планировалась проводиться в формате LAN, но весь сезон прошел в онлайн-режиме, хотя недавно состоявшийся в США ноябрьский Six Major все же прошел на LAN-арене. В официальном сообщении Ubisoft заявила, что в результате переговоров с Tempo Storm по поводу расставания с составом ей был предоставлен дополнительный срок для поиска лиц, заинтересованных в покупке лицензии для участия в Лиге. При этом, со слов менеджера и бывших игроков United, в их случае никаких дополнительных сроков предоставлено не было и лицензия уже перешла Ubisoft. Вот такая североамериканская драма. Из азиатско-тихоокеанских новостей у нас лишь то, что там тоже завершился ноябрьский мейджор. В северном дивизионе чемпионство забрали Джанс Гейминг, в южном – Мерсенарайз, а в дивизионе Океании – Вайлдкар Гейминг. А теперь к другим новостям. Комментатор Кикстар был номинирован в Esports Evert с названием комментатора года. Таких номинаций было две, и он был представлен в версии Esports Colorcaster, подразумевающей глубокое понимание игры, аналитику различных ее аспектов и игровых моментов во время происходящего в матче. Все региональные лиги завершились в мейджоре тоже, поэтому определились 16 команд, которые получат приглашение на Six Inventational 2021 года. Еще четыре коллектива по одному из каждого основного региона пройдут на турнир через квалификации. Подробная информация о которых появится уже совсем скоро. На данный момент из европейских команд на чемпионате мира выступят BDS Esports, Virtus.pro, Team Empire и G2. Из американских Team Solomit, Dark Zero, Space Station Gaming и Oxygen Esports. Латинскую Америку представят Nidia Sin Pijams, Team Liquid, Team One Esports, Space Clan и Mibor. А из азиатско-тихоокеанского региона выступят Cloud9, Jans Gaming и Wildcard Gaming. Турнир пройдет в феврале следующего года. На сей раз место проведения сменится на Европу, а матчи пройдут без зрителей на самом мероприятии. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Ставь лайк, оставляй комментарий, если тебе понравилось. А если не понравилось, все равно оставляй комментарий. Подписывайся на социальные сети и, как всегда, помни про фейштег RemainNow. С тобой была Стася, до скорого!